С наступлением холодов в нашей полосе многие россияне стремятся продлить себе лето и слетать куда-нибудь погреться или искупаться. Но путевки за границу из России по состоянию на октябрь подорожали на 40%, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии. О причинах роста цен мы узнали у тверских туристических компаний, а также поинтересовались у тверичан, какие направления для путешествий они выбирают. Чаще всего россияне в последнее время для зарубежного отдыха выбирают Турцию, Египет, Дубай и страны Азии. Но цены на отдых сильно кусаются. В среднем стоимость турпакета выросла в полтора, а то и два раза, рассказывает заместитель директора туристической компании Марина. В основном виной тому курсовые колебания. Но туристы, даже которые ограничены в бюджете, стараются не менять свой привычный уровень отдыха. В связи с тем, что общая тенденция подорожания туров очевидна, то клиенты, в общем-то, наоборот, сейчас покупают более дорогие туры. Дешево и хорошо сейчас не получается. Потому что дорогие они отели и были дорогими. В основном разница в цене более заметна стала с каким-то более бюджетным сегментом. Они подросли уже до цены более дорогих отелей. Соответственно, люди, знакомые с ценами, предпочитают за, скажем, эти не маленькие деньги, все-таки комфортный, качественный отдых. И более отели с высоким сервисом. Мы спросили у тверичан, как в нынешних условиях они проводят свой отпуск. Сейчас вот были в Владимире, Владимир Сусталь. Очень хорошо, красивые цены, хорошие. Люди приятные, музеи интересные. Мне нравится город Сочи. Я ездил туда, дыхаю, скальпом и все. Наверное, внутри страны побезопаснее даже, я бы даже сказала. Опрос показал, что многие выбирают путешествия по России, поскольку ценник за рубеж сейчас действительно очень высокий. Многие россияне ждали снижения цен на путевки в осенний период. Как правило, в Турцию, Египет в октябре и ноябре можно слетать по более низкой стоимости. Но в этом году этого не произошло. Цены осенью остались на уровне летних. Причина – высокий спрос. И туристы готовы тратить немалые деньги, чтобы отдохнуть у моря, ввязавшись при этом в кредитную кабалу. Многие с кредитными картами. Это, в принципе, удобно, так как, опять же, стоимость пакетного тура выросла. Люди не всегда могут сразу 300-400 тысяч вытащить из семейного бюджета, поэтому приходят с кредитными картами. Между тем, растет турпоток внутри страны. Сегодня у россиян высоким спросом пользуются Дагестан, Краснодарский край и Алтай. Но и за такое путешествие придется заплатить кругленькую сумму. В туркомпании рекомендуют, что если вы ограничены бюджетом на отдых, то туры стоит покупать заранее.